Мы говорили о том, что израильтяне высматривали землю. И саглядатые пришли, 10 из них пришло и говорят, хорошая земля, только мы не справимся с тем народом. И саглядатые, большие гиганты, огромные люди, но в то же время наш Бог больше. И я приведу вас к месту, где Калиб говорил в 14 главе книги чисел. И он сказал им, что покров защиты будет снят с их врага. И что враг их не прикрыт. И враги наши будут как хлеб для нас. И нам нужно понять этот принцип. Когда Бог посылает нас на войну, то наши враги как хлеб для нас. Что происходит, когда вы кушаете? Вы становитесь сильнее. Поэтому мы должны относиться к духовной войне. Как мы относимся к принятию пищи, еды. Это другой образ мышления. Помните в 22-м псалме? Когда Давид сказал, ты приготовил передо мной трапезу перед лицом моих врагов. И здесь Калиб говорит, я съем моих врагов. И каждая битва, которая будет в меня, я буду становиться сильнее. Это вера. И мы также хотим быть такими. Десятый стих. Для меня это очень печально слышать. И как народ ответил. Побить их камнями. Сказала все общество. Побить их камнями. Но слава Господня явилась в Скинии собрания всем сынам Израилевым. И как я говорила, что противоположность веры — это неверие. Противоположность веры — неверие. Hear the children of Israel. Hear the truth. Вот дети Израилевы видят, слышат истину. They're encouraged to believe the truth. Их пощают, их ободряют, чтобы они слышали эту истину. И, granted, the truth is that we're going to go have to fight a battle. Истина в том, что нам придется встретиться с битвой. И они разозлились. И они хотят убить Иисуса Навина и Халева. I have experienced that in my pastoral life. Because sometimes people want you to come and say, Oh, there, there, baby, it'll all be okay. Let me tuck you in bed. I'll go fight the battle for you. After all, I'm the pastor. I'll do the hard stuff. And I'll bring it back to you in bed. I'll bring it back to you in bed. Now, there are times If someone is severely wounded or sick, that they need to stay in bed. Когда кто-то очень жестоко ранен или болен, что им нужно находиться в кровати. И мы принесем им еду в кровать. Но приходит время, когда они выздоравливают. Они становятся сильнее. И я говорю, Ужин будет на кухне. Если хочешь, заходи. И возьми свое тело и принеси ее на кухню себя. Не ожидай, что я тебе буду нести еду на второй этаж. Если они будут как дети израильские, то они могут разозлиться на меня. Jesus doesn't understand. Ты просто ничего не понимаешь. Ты просто не понимаешь, насколько я ранен. Никогда у тебя не было такой боли, как у меня. Балани! I don't know how to say it. What's the word that you would say for that is the most outrageous load of garbage I have ever heard? Чепуха. There you go. That's what it would be. Балани! Grow up! Вырасти! And see, this is good understanding for anyone that's going to minister in the body of Yeshua. И это хорошее очень понимание для того, кто собирается служить в теле Yeshua. In Ephesians chapter 4 God tells us, I think Paul is talking and he says that we have been given these office gifts that we have been given these office gifts and it does not say that these office gifts are to do the work. И там не сказано, что эти дары для того, чтобы исполнять работу. They are to equip the saints to do the work. Но они для того, чтобы снарядить святых для исполнения служения. Hallelujah! Hallelujah! We can't do all the work. Мы не можем сделать все. One pastor can't do all the work. Один пастор не может сделать всего. But he can equip the saints to care for each other. Чтобы они заботились друг о друге. The prophet isn't supposed to hear God for everybody. Пророк не обязан слушать голос Божий за каждого человека. He is supposed to equip the saints to hear God. Он должен подготовить святых услышать Бога. The apostle is to set things in order. Now he doesn't come tell you how to order your life and you how to order your life. He equips you to order your own life. Он снаряжает вас, чтобы вы сами привели все в порядок, упорядочили в жизнь. The evangelist isn't the one that goes and shares the gospel with everyone. The evangelist equips you to go share the gospel. The teacher doesn't tell you how to think. The teacher teaches you how to read and study this for yourself. But some people that are in unbelief they don't want to do it for themselves. learn to discern, learn to tell which one they are, what kind of people they are. Научитесь распознавать, что это за люди, какого плана это люди. Now if I sense that someone is one of those people that wants me to do it all for them, I don't get to be unkind, then I don't get to be unkind. You still have to love them. I still have to love them. I still have to love them. And I can kindly say that you do it for yourself. Always in love. But with these people love wasn't going to help. And then God and Moses have a conversation. God is wanting to wipe them out. He's like, start over, start over. Basically God says, Moses, I'm going to wipe these guys out and I'll start over with you. And Moses intercedes and says, no God, please don't do that. And God says, all right, I won't. But he does say this. And he does say this. Numbers 14, 23. They certainly shall not see the land which I swore to their fathers. Except for my servant Caleb. And then he goes on and he makes it more clear. He said, basically, they are going, we're going to wait until they die. And the grown-ups, the adults, they had, one of their excuses for not going in was being worried about their little ones. And God said, okay, those little ones that you were worried about, they're going to take the land. And they're going to get it. And we're going to wait until you old unbelieving ones die. Now I have heard illustrations from different teachers talking about how the children of Israel wandered around for 40 years, waiting to go into the promised land, and they would make the application in our lives that we wander around when we could just go on in. We need to understand. They wandered for 40 years waiting for people to die. And I believe it's in Hebrews 3 or 4, probably 4. Hebrews 4. You mean what? It talks about how God was so unhappy because they, because of their unbelief. It's the opposite of faith. God can't work with that. He can't. He can't do anything with that. Except wait for it to die. All He can do is wait for it to die. He can work with Jacob's sinful nature. Он мог справиться, он мог работать с грешной природой Иакова. Он может работать с нашими слабостями. Он может работать с нашими ошибками, нашим спотыканием. He can't work with our unbelief. Но Он не может ничего делать с нашим неверием. Я не буду Тебе верить, Бог. Я не буду Тебе доверять, Бог. Я не буду. Он не может ничего сделать с этим. Не идите туда. Не идите туда. Мы не хотим быть такими людьми. И Моисей говорит им, что сказал Бог. И они сожалеют. И они говорят, OK, мы будем слушаться. Мы сделаем это. Мы сделаем как надо. И Моисей говорит, не надо, уже слишком поздно. Но все-таки они пытаются идти, делают попытку. И они предумели идти. В which verse? 44 стих. Но они дерзнули подняться на вершину горы. И они были поражены. You cannot. Here's a concept. Вот еще одно понимание. Когда Бог говорит тебе что-то сделать, you either obey or you disobey. Либо ты слушаешься, либо не слушаешься. Если ты запоздаешь со своим послушанием, то это станет непослушанием. We don't say okay in a minute God I'm coming. Мы не говорим хорошо Бог подожди минуточку сейчас я подойду. Помните что это Бог с громом молнии и огнем. It's kind of stupid to say in a minute. Это было глупо сказать минуточку Бог. Not smart. It did not work for them. Это не было умно для них это не сработало. Now they're wondering let's go to chapter 16. 16 глава. Now this sin in chapter 16 is one that we are warned about in the New Testament. Chapter 16 verse 1. Korah. Первый стих 16 глава и об этом событии нас предупреждает Новый Завет. Anytime I'm warned of a sin in the New Testament specifically I want to study what is that sin. Make sure I don't commit that sin. So basically Korah and he was a Levite he was the son of Levi and some other men along with 250 leaders of the congregation basically confronted Moses and Aaron and said they had no business exalting themselves. Who are you to be telling us what to do? То есть в основном что произошло встречаются они с Моисеем и Аароном говорят кто ты вообще такой чтобы говорить нам что мы должны делать? Now did Moses and Aaron lift themselves up? No God lifted them up. And so this is one of those scary passages in the Bible. So basically they all God had told Moses they all got them together and and they all brought their sensors with the fire in it the sensors little pots with the fire that the smoke in it incense and Moses in verse 15 he was very angry and he talked to God I love it Moses has an honest relationship with his God Moses says don't respect their offering I have not taken one donkey from them and neither have I hurt one of them so basically what happens что же произошло все они собрались вместе и в 32 стихе разверзлась земля и поглотила их that is how seriously God takes rebellion because they weren't rebelling against Moses they were rebelling against God God chose Moses God chose Aaron Cora and all those guys didn't have any business challenging God's choice and the 250 men fire came out of heaven and consumed them we have an expression in English if we're talking about somebody that was in big trouble they would say they were toast yeah you know when you toast bread these guys were toast they're gone and then the next day verse 41 the people are mad Moses and Aaron for what happened to Korah I see this all the time in the body of Yeshua and in the world at large and we have an amazing capacity to blame the wrong person we have an amazing ability to blame the wrong person as believers we want to be no it's available to us to know by the Holy Spirit where the problem is we can we can we can we can we can we can the problem was it with Moses problem was it with Moses problem was with Korah and his rebellion we need to look in our own heart for that rebellion of Korah because it can it can come up in any one of us ok now where do we want to go next God settles God settles this once and for all basically he has each one of the tribes bring a rod a stick and Aaron's rod cut off from the tree I mean all these were cut off his rod budded and God was saying this is my choice if you are ever challenged say you're the one that's in the authority and you're challenged if you are say if you're the one that's in authority and someone comes and challenges you don't defend yourself there may be places where you we don't literally have a I have a rod but we can go before God and spiritually say ok God here's my authority I'm putting it before you we can we can go before God and say in the духовном мире here's my authority I give it to you any authority I have from you any fruitfulness I have is going to come from you and then let God bring the evidence of life и пусть God does доказательства жизни he will and there have been many opportunities in my life where I felt like a little dry twig когда я чувствовала себя как небольшая тоненькая сокшаяся веточка and I felt like people were going by I don't see any fruit on you и когда другие люди говорили я не вижу чтобы тебе были плоды and so I just prayed поэтому я просто молилась and the fruit would begin to be evident и плоды были очевидны it's such a relief but you get it you get it from God такое облегчение было и вы получаете это от Бога he's the source of life он источник жизни he's the only place to get it и от него вы только можете получить это now here's the part Kirk just nearly took away from you yesterday remember yesterday where I told Kirk not don't go there помните как вчера Kirk говорила не говори этого I knew where he was going я знал куда он уже двигался and you probably did too и вы наверное тоже заметили they get to another place well actually they get back to the place where they started и в принципе они возвращаются на то место где они уже были and they don't have any water и у них нет воды and here they don't say anything different и они как бы не отличаются умом сообразительностью повторяется все то же самое we're in Numbers 20 they don't say anything new ничего нового они не говорят verse 3 if only we had died earlier если бы только мы раньше умерли why have you brought us up here to die ну чего ты нас вывел сюда чтобы мы здесь умерли complainers are not creative работники не очень творчески подходят к вопросу same old thing то же самое то же самое снова и снова жалобы жалобы he tells him take your rod he tells him take your rod он ударяет скалу that was not obedience это не было послушание i can imagine all kinds of good reasons я могу представить себе всевозможные причины почему почему Моисей совершил эту ошибку но это было неверно и Бог своей милости в своем желании покрыть этот проступок Моисея все равно дал воду это говорит мне о двух вещах что Бог очень заботился о нуждах людей но он также почитал Моисея если вы лидер и муж веры даже если вы совершаете ошибку Бог будет разбираться с вами лично если вы позволите ему если вы же не будете слушать его лично тогда это будет все публично но мы знаем характер Моисея он был самым смиренным человеком на земле кратчайшим поэтому Бог все-таки разбирался с ним индивидуально цель Бога всегда подвести нас к покаянию поэтому если мы покаемся лично то это поможет если мы не позволим чтобы это было на личном уровне тогда он сделает это настолько превселюдно известным насколько необходимо это мой выбор это ваш выбор мне нравится лично больше я бы лучше предпочла чтобы мой отец меня отлупил где-то в ванной, в туалете чем где-либо на сцене чтобы все видели я должна сказать это потому что часто выдающиеся лидеры выдающихся лидеров Бог лупит превселюдно не показывайте пальцем на них представьте себе ваши чувства если бы вас лупили превселюдно обычно я отвожу свой взгляд в сторону если я не могу предложить никакого решения я не призвана быть частью процесса восстановления мне нужно охранять тогда мне нужно охранять свои мысли как вы помните мы говорили о том суде раньше я не хочу чтобы как я сужу так и меня судили чтобы мой суд возвращался ко мне еще в такой мере утрясенной, переполненной, наполненной Бог разбирается с Моисеем и Аароном и сказал Господь Моисею и Аарону за то чтобы вы не поверили мне чтобы явить святость мою перед очами сынов израилевых не введете вы народа с его землю которую я даю ему не войдете вы но если мы считаем Моисеем героем веры мы хотели бы научиться от него даже из его ошибок нам нужно почитать Слово Бога перед людьми всегда всегда каждый раз все равно как часто я поступала правильно до сегодняшнего дня мне нужно поступить правильно сегодня мне нужно почитать его Слово перед его народом это очень необходимо это очень необходимо Моисею было 120 лет когда он умер но зрение его не притупилось и крепость в нем не истощилась ему было 120 лет он все еще мог очень хорошо видеть и он все еще был очень силен и он не умер из-за старости своей он умер потому что Бог его призвал домой и он не умер из-за старости своей И в шестом, it says in English Bible. В английской Библии сказано, что Бог погреб его, погреб Моисея, что не было человека, который его погребал. И никто не знает, где Моисея был погребен. Никто не знал. В десятом стихе. Несмотря на ошибки Моисея. И несмотря на все последствия, которые последовали за его непослушанием. В десятом стихе сказано, не было боли у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицем к лицу. Если мы хотим быть похожи на Моисея, нашего героя веры. Мы хотим знать Бога лицом к лицу. Мы можем. Через Иисуса. Вот где мы должны были вчера завершить. Я хотела бы быстро рассмотреть жизнь Гидеона. Давайте откроем книгу Судей. Шестую главу. Я хочу просто заметить некоторые моменты его жизни. Большинство из вас знакомы с историей Гидеона? Это хорошая история. Уже наступило время жатвы. Мадьян-я-ти-аня приходили и воровали жатву, урожай. Очень много применений в духовной жатве. Очень часто. В том городе, где мы служим. Вы думаете, вот скоро мы всю жатву соберем. Скоро придут потерянные люди. И что-то происходит, приходит враг, и этот урожай теряется. И когда это происходит, вы просто... И возможно, следующее, это не новое для вас, но это очень мне нравится. Потому что мы находим Гидеона, и где он находится? Он находится behind the wine press, treading out his grain. Where am I? Okay, verse 11. Одиннадцатый стих. Гидеон was threshing wheat in the wine press. Выколачивал Гидеон пшеницу в тачиле. Where are you supposed... What are you supposed to do in a wine press? Чтобы скрыться от мадьян-я-тян. Что нужно сделать с тачилом? What do you do with a wine press? Что делать с тачилом? You make wine. Нужно делать вино. If you have a wine press, you put the grapes in, and you squeeze the grapes, and you make wine. Если есть тачила, вы собираете виноград и выжимаете вино оттуда. So if he is threshing his grain behind the wine press, Поэтому если Гидеон выколачивал пшеницу в тачиле, he is hiding. He is hiding. He is trying to hide his harvest from the enemy. I understand how that feels. Я понимаю, как он себя чувствовал. Немножко собрал ужина. Somebody comes to salvation in Jesus. And you just like, oh, you just want to hide it and don't let the enemy see it. И вы хотите спрятать это, чтобы враг даже не видел этого. And then God shows up. И затем приходит Бог. And what does he call him? Look in verse 12. И что он говорит ему в 12 стихе? Here is somebody that's hiding in the wine press. And God says, the Lord is with you, you mighty man of valor. Судья 6, 12. Господь с тобою, муж сильный. Mighty man of valor. Муж сильный. I'm hiding. Я прячусь. I'm not a mighty man of valor. Я не муж сильный. And then look in verse 15. В 15 стихе. Gedeon is trying to make sure God understands. Gedeon пытается понять, понял ли Бог. My clan is the weakest in Manasseh. Племя моё в колене, Manasseh, самое бедное. And I'm the least in my father's house. И я в доме отца моего младший. I am not the mighty man of valor. Я не муж сильный. No, I'm not the mighty man of valor. Да нет, я же не муж сильный. I'm just a little weak me. Я просто небольшой человечек. Hiding behind the wine press. Пытаюсь прятаться в точиле. You've got the wrong guy. Ты неправильного человека выбрал. Но также Бог увидел в Гedeоне что-то, что сам Гedeон даже не знал. And the reason Gedeon makes my list of heroes of the faith. And the reason Gedeon makes my list of heroes of the faith. Outside of the fact that he made God's list. And in Hebrews 11, Gedeon makes my list of heroes of the faith. Бог относит его к героям веры, посланник евреям. That is in spite of his weakness. Что несмотря на свою слабость. In spite of the way he saw himself. Несмотря на свою самооценку. He did step out to obey God. Он все-таки послушался Бога. And let God do some mighty things through him. И позволил Богу совершить великие дела через него. Now in verse 25 through 27. В стихах 25, 27. Еще один важный принцип мы видим на примере этого героя веры. У отца Гедеона был жертвенник Ваалу на его земле. И что Бог говорит? Иди сначала разваляй этот жертвенник на твоем огороде. И наш великий муж. В 27 стихе сделал так. Ну потому что он боялся домашних отца своего и жителей города того. То сделал это ночью. Сделал это ночью. Но все-таки сделал. Я думаю, что иногда, а скорее всего, чаще всего. Всегда нам нужно избавляться от наших идолов из нашего огорода. Прежде чем мы дойдем до большего. Во-первых, нужно наблюдать за своим домом. А затем нужно наблюдать за городом. Это не означает, что я должна принуждать своих детей ходить в церковь. И пытаться принуждать детей любить Иисуса. Любая мама, которая пыталась это сделать, скажет вам, что это не помогло. Я знаю, что я не единственная мама, которая пыталась заставить детей любить Иисуса. Это более относится к идолам в моем сердце. И идолопоклонство, это всякий раз, когда я что-то делаю больше, чем Бог. Это означает, что иногда я могу сделать свои проблемы больше Бога. Я могу даже сделать моего упрямого мужа больше, чем Бог. Извините, ты не так упрямый. Он был так упрямый, но он уже не такой. Я хочу рассказать вам историю одну. Это произошло где-то двадцать лет назад. И у нас были трудные времена. И я просто знала, что я хотела бы оставаться одной с Богом. Хотела бы быть вместе с Богом, но что-то мне препятствовало. И мой друг, моя подруга позвонила мне и говорит о том видении, которое было ей дано, когда она молилась о нас. Что в том видении мы, я и Кирк находились в очень красивом саду. Там были цветы везде, ручей, вода, фонтан рядом. И также вокруг этого сада были очень высокие стены, которые бы мы не смогли перелезть, перебраться через них. И в каждом из этих стен был туннель, проход. И также можно было увидеть, что когда смотреть через этот туннель, этот туннель ввел на очень широкий, красивый, просторный луг, поляну. И эти туннели были очень большие. И постепенно они становились уже. И она говорит, что Кирк и я были там. И мы начали продвигаться по этим туннелям. Сначала мы шли рука об руку, рядом друг с другом. И у каждого из нас также была коробка. И она говорит, что моя коробка была очень маленькой. Коробка Кирка очень большой. И пока мы шли рядом друг с другом. Затем, когда этот туннель начал все меньше становиться, Кирк пошел впереди меня. И она сказала, что точно мы подойдем к тому месту, где Кирк не сможет пройти. И так же она сказала, что моя коробка была очень маленькая. И то, что было в этой коробке, на самом деле мне не нужно было. Я должна была оставить эту коробку. И то же самое с Кирком. То, что было в коробке, ему на самом деле не надо было. Он должен был оставить ее. И можно было видеть, как он пытался. Не, 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 надо так развернуться. Вот так пройти. И она сказала, что несколько раз он пытался. И как только она поделилась этим видением со мной, Я поняла, что это как я чувствую. Я решила подчинить себя своему мужу. И если бы он не поставил эту коробку на пол, То я бы застряла в туннеле. И это дало мне очень много, как бы, с чем нужно разбираться. И как Бог сказал мне, даже если он никогда бы не поставил коробку на пол, И я бы застряла в том туннеле на всю свою жизнь. То Бог встретит меня в этом туннеле. И Он сделает этот туннель замечательным для меня. И я поняла, что в каком-то смысле я сделала Кирка своим идолом. Поскольку я говорила, что мое предназначение в Боге зависит от другого человека. И мои взаимоотношения с Богом зависят от другого человека. Я должна была разобраться с идолом на моем дворе. Затем я поняла, что своего сына я сделала идолом. Потому что в тот момент мой сын Брайан, Он не был готов войти во Святое Святых. Я поняла, что я была вместе с ним во внешнем дворе. И приглашала его, давай войдем во Святое Святых. Я хотела войти во Святое Святых. Я хотела иметь общение с Богом. Но я говорила Богу, извини Бог, я не могу общаться с тобой, потому что мой сын здесь. И Бог показал мне, что он был идолом. Я сказала, ладно, я войду. Из этой истории я понимаю, что сначала нужно разобраться с идолом в нашем сердце. И затем только мы сможем разобраться с идолами снаружи. Разобраться с медианитянами. Затем мы сможем получить победу. И они сделали, вы знаете, историю. Он начинал с армией 32 тысячи людей. 32 тысячи. И как вы знаете, была армия из 32 тысячи человек. И Бог сократил эту армию до 300 человек. И он закрепляет Гидеона. Я бывала критиковать Гидеона, когда он... Потому что он должен был сделать флис. Он выставил флис. Вы не знаете историю Гидеона? Я забыла. Хорошо, давайте перейдем, когда мы вернемся. Давайте сделаем перерыв. И затем возвращаемся. Субтитры сделал DimaTorzok